Здравствуйте! В Молдове настали непростые дни. Из тех, про которые говорят, они определяют новейшую историю страны. Дни, когда делается рекордное количество заявлений и привлекается внимание крупнейших мировых игроков. В стране произошло главное. Была сформирована правящая коалиция, избран председатель парламента и сформировано новое правительство. Однако прежняя власть смириться с поражением не хочет и идет на шаги, которые президент, правительство и новая коалиция называют узурпацией власти. Чем нам это грозит? Что будет дальше с нами и страной? Самые важные вопросы. Сегодня весь день двери нашей студии открыты. Мы будем беседовать с разными людьми и узнавать их мнения. Меня зовут Мила Вельченкова. Мы работаем в прямом эфире. Здравствуйте! Я с удовольствием представляю моих гостей. Сегодня у меня представитель Центра стратегических исследований и реформ, господин Стахурский. Здравствуйте! Здравствуйте! И публицист Михаил Лупашко. И вам добрый вечер уже, наверное. В 4 часа можем говорить, что это вечер. Хорошо. Я напомню нашим телезрителям, что в 16 часов с заявлениями обещала выступить премьер-министр Республики Молдова госпожа Санду. Мы ждем этих заявлений. И я для телезрителей хотела бы еще дать какой-то перечень новостей, которые произошли за это время, пока нас не было в эфире. Стало известно, что мэрия Тараклии заявила о том, что она будет сотрудничать с новым правительством, и она признает. В то же время глава генинспектората полиции заявил, что он не признает нового министра, а признает господина Жиздана. Да. Ну и, конечно, самое главное, что закончился митинг. Вот мне интересно, как вы оценили бы то, что произошло сейчас на площади Великого национального собрания, какие цели ставили перед собой демократы и добились ли они их? Настан Стахорский. Такой сложный вопрос. Какие они цели ставили? Они цели, безусловно, ставили повлиять на процессы, которые начали происходить, то, о чем вы говорили ранее. Значит, если говорить о лозунгах руководителей демократической партии, то есть главный месседж был таков. Мы легитимны, значит, те, кто являются им оппозицией в лице, значит, блока АКУМ и социалистической партии социалистов, они не легитимны. Значит, они узоропараторы власти. То есть такое вот у нас дежавю очередное молдавское получилось. То есть это главный был месседж. Кроме этого была задача, безусловно, как можно больше людей привлечь на этот митинг. Какими путями? Это уже отдельная история, на мой взгляд. Но вы согласны с тем, что многие люди пришли туда по неволе? Ну, я... Есть такая информация? Да, то есть информация, так как социальные сети у нас стали одним из главных источников получения информации, да, разные, значит, были публикации на этот счет, что назывались цифры, сколько людям платили, каким образом их призывали, значит, что были распоряжения по государственным учреждениям, где давление демократической партии очень сильно, но надо не забывать, что демократическая партия имеет очень много во всех регионах своих представителей, то есть они достаточно крепко на местах, так если можно сказать, стоят на ногах, не надо это сбрасывать со счетов, ничего такого для них пока разрушительного не произошло, но, на мой взгляд, митинг не удался, там было очень мало людей, судя по той картинке, которые показывали телеканалы в прямом эфире, значит, очень непонятное действие полиции, об этом были уже комментарии как и журналистов, которые вели, значит, свои эфиры с площади, так и государственных чиновников, то есть полиция бездействовала, к журналистам обращались грубо, очень грубо, их отталкивали, то есть это, если вы такие демократы, если вы, говорится, за народ, то есть там главный лозунг был, мы за народ, то позвольте, пожалуйста, журналистам задавать вам вопросы, и чтобы вы отвечали, то есть было такое, как говорят сейчас, полный игнор, там некоторые фразы бросались, там, значит, ключевая фраза, которую бросил лидер демократической партии Владимир Плохотнюк, это, значит, мы будем стоять до тех пор, пока мы не освободим, значит, страну, значит, не освободим страну, вот как бы такой главный месседж, вот с большим знаком вопросов, когда это произойдет, главный вопрос, и от кого освободим страну, тоже, говорится, главный вопрос. Ну, давайте к митингу вернемся, смотрите, что мы видели, что происходило, мы увидели лидеров демократической партии, мы увидели тех людей, которые сами себя назвали в роли, как бы сказать, новыми, да, управленцами Молдовы, у них новые должности, по их мнению, эти люди шли во главе колонны, то есть они шли к президентуре, потом мы увидели, да, они, значит, с индюками провели там свою акцию, то есть вот как бы люди покричали, да, то есть вот что это было, Михаил, и как это вообще нужно трактовать? Я это трактую как сеанс коллективной психотерапии, поскольку, видимо, отчаяние и страх захлестывают людей, которые стоят на краю пропасти, им надо в эту пропасть прыгнуть, другого выхода нет, потому что если они не прыгнут, их туда столкнут, если их туда не столкнут, они туда сами упадут, то есть вот ситуация дошла для них до предела, потому что мы сегодня видим, что наконец-то за долгие годы в Молдове создано консенсуальное правительство, реально, людей, представляющих абсолютно разные политические группы, и в этом очень позитивный какой-то посыл в будущее, потому что, ну, уже устали мы ходить и делить страну по каким-то геополитическим векторам, по предпочтениям и по, так сказать, каким-то спекулятивным заявлениям, которые позволяют каждый год, вернее, каждый электоральный цикл одним и тем же людям попадать в парламент. И, конечно, страх и отчаяние – это очень такая плохая мотивация, она дает на выходе очень глупые и странные решения, лучше бы они, конечно, сегодня не выходили перед телекамерами, крупными планами, потому что на их лицах ничего, кроме отчаяния, я не прочитал. И все их заявления, все вот эти заготовки домашние, которые выглядят как акция с этими несчастными птицами, просто омерзительно, и уж точно европейские поборники прав животных к этому отнесутся. Я вообще с ужасом представляюсь, это в Евроньюз появится эта картинка, что в Молдове очередной раз какой-то идиотизм произошел в столице. Десять лет назад сожгли парламент, а сегодня, значит, убивают индюков перед президентурой. Все это мерзко, отвратительно и гнусно. Самый такой лучший бы выход для этих людей был, как говорится, подать заявление о капитуляции, выслать парламентеров и попросить для себя какие-то бонусы. Потому что они раскачивают ситуацию явно, и они еще не понимают, что такое гнев народа на самом деле. И не дай бог им это пережить. Потому что, если так брать по большому счету, то, к чему они подталкивают страну, не хочется произносить вслух. То, к чему они подталкивают страну. Потому что большинство избирателей высказались так, как они высказались. Люди, которых они избрали, в парламенте приняли мудрое, взвешенное решение. Сколько там этих персонажей в конституционном суде... Я прошу прощения, вынуждена вас прервать. Слушаем заявление премьер-министра Майя Санду. Не смотри, что вы всегда изгадали. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. Редактор А.Семкин Корректор А.Егорова. Редактор А.Семкин Корректор А.Егорова. Редактор А.Семкин Корректор А.Егорова. Продолжение следует... Продолжение следует... Aceste afirmații sunt o sfidare a legii și a deciziilor luate în acest Parlament. Așa cum am vorbit mai devreme, le cerem tuturor angajațiilor din sistemul organelor de drept, de forță, să respecte legea și nu ordinile ilegale ale lui Pânzari, Jezdan sau altora, care încearcă să facă în continuare jocul lui Plafotinuc. Ați vorbit despre faptul că urmează să fie adunțate primile de emisii. În cazul în care aceste persoane nu se vor conforma, ce urmează să întâlneze? Cum urmează să fie forțate? Legea este lege pentru toți și în momentul în care va fi emis un act al guvernului, acest act urmează să fie implementat. Dacă cineva nu se va subordona, atunci sancțiunile vor fi pe măsura legei. Să vă mulțumim pentru vizionare. Ce o să spunemă? Să vă mulțumim pentru vizionare să vină de mergem, care au fie la unu scoprize. Să vă mulțumim pentru vizionare? Să vă mulțumim pentru a fie multe lucrurile de emisie, care au fie adână și care au fie adână, care au fie adână, care, cum câtent, care au fie adână în primul primul de profesionale de confio, со стороны зрительской аудитории и для этого они предприняли вот какие-то усилия довольно неуклюжие и собрали вот эту не очень многочисленную группу людей на площади которые почему-то вместо того чтобы скажем так активно проявлять свою гражданскую позицию ходили зевали кто-то там кричал что молдова помын трубы неск кто-то еще что-то и только первые ряды дружно значит почему-то выкрикивали фамилию лидера демпартии плохотнюка но все это смотрелось как очень такой дурной спектакль на жаре в центре города без какого-либо продолжения и без какого-либо позитива так что я думаю что этот митинг и выход лидеров демпартии перед объективами телекамер крупными планами это был даже не выстрел в ногу а выстрел себе в голову и последствия этого они ощутят уже я думаю завтра потому что если еще какие-то структуры по инерции продолжают как-то подчиняться их указаниям и или имитировать деятельность свою дата скорее всего буквально завтра послезавтра это все сойдет на нет поскольку уже какие-то серьезные внешнеполитические игроки высказали свою позицию да кстати об игроках вот хотела бы с позицию совета европы сейчас зачитается это на есть они заявили что политические проблемы молдове должны обсуждаться и решаться демократически избранными представителями страны в парламенте уважение принципов верховенства права демократии и прав человека имеет важное значение ну понятное дело что на самом деле если трактовать александр то что они говорят то очевид совершенно понятно что здесь есть признание новой власти потому что решается в парламенте но если позволите моя точка зрения такова что главный ключевой вопрос за всю наверное вот политическую историю независимости молдовы это вчера был такой прецедент да за который вот если я вот так для себя как многие из нас до большинство наверное осмыслали что это было вот первый раз вот мы не лично не стыдно за наших политиков вот первый раз вот за много лет вот как они нашли все-таки силы и мужество в себе вот о чем михаил говорил что они сумели все-таки ради спасения действительно страны значит принять вот такое решение абсолютно разные люди по взглядам абсолютно разные по идеологии сумели все-таки нашли в себе силе объединиться значит для того чтобы вот сформировать правительство все что вчера было это к этому власть уже уходящие готовы не было но еще один очень важный момент что впервые действия молдавских новых властей то есть то что вчера происходило в парламенте полностью поддержали наши как восточные так и западные партнеры да уж писали об этом смотрите как хорошо русский с американцами умеет сотрудничать это ключевой момент потому что до сих пор демократической партии удавалось играть между двумя этими полюсами вот как прямо вашу передачу попал название не стесняйтесь продолжать вот удавалось значит брюсселью обещать что если значит вы нас не поддержите то мы пойдем значит к москве а москве значит это обещать что вот 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 мы уже сейчас будем дружить с вами в результате сейчас полностью как вашингтон так брюссель таки москва на стороне нынешней власти о чем это говорит это говорит о том что какие бы действиям не предпринимала нынешняя уходящая демократическая партия она играет уже против себя чем более жестко чем более неправильно и чем более агрессивно она будет действовать тем больше она себе зарабатывать негативных очков потому что фактически это все говорится статьи уголовные это все больше и больше больше очень не хотелось бы чтобы все-таки были протесты какие-то потому что на мой взгляд это очень опасно для стороны потому что любые протесты это возможность провести там провокации то есть мы должны забывать что любой кто организует протест он отвечает он ответственный за все что там происходит и так называемый штрих брехеры которых мы вчера видели уже вокруг зданий самых различных министерств и ведомств там с палатками срочно не собрались куда-то на рыбалку и не знаю или на охоту а вот это все очень опасно и в принципе я думаю что главная точка во всем этом это примет именно непосредственно примут наши зарубежные партнер это будет вот я почему говорил вот решаться в парламенте выделила эти слова понимаете они же понимают что сейчас у нас на улице пытаются решить что происходит это попытка решить ситуации на улице вот этими акциями протеста здесь совершенно четко не поддержаны эти протесты парламенте вы начали говорить по поводу внешних да вот здесь внешнего фактора во всем этом вас вообще как удивила столь консолидированная позиция и соединенных штатов и российской федерации меня меня не удивило потому что все-таки любой процесс любой политический процесс общественный он все-таки приходит какому-то результату и деструктив не может продолжаться до бесконечности это никому не нужно потому что мир глобализируется в мире существуют мощные финансовые интересы потоки разделения труда и даже столь маленький регион страна как молдова не должна выпадать из всего этого потому что как бы это создает определенную точку напряжения на карте европы и то что мы с 2009 года с апреля вот практически 10 лет до находились состоянии перманентного политического экономического социального морального кризиса на грани каких-то потрясений каких-то событий нас просто чуть не не низвергли финансовую пропасть эти эти аферы с этими украденными миллиардами и все это следствие давайте задумаемся следствие все-таки интриг демократической партии никакой другой она была участником всех этих коалиционных правительств и она сначала обрушила одно потом другое потом третье и вот где-то с тысячи с 2012 года начала потихоньку все прибирать к своим рукам и мы дошли до ситуации когда просто людей уже начало тошнить от всего что происходит потому что неправды не найдешь не бизнес не откроешь и не председателем района не станешь и все 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 так сказать я вас правильно понимаю то что на соединенные штаты больше не влияет вот эти высказывания демократов в адрес российской федерации имею ввиду критика да в чем только на этих митингах не услышали было бы большой наивностью считать американских политиков к этими значит какими-то органическими русофобами в америке есть свои политические интересы в россии свои но история показала что америка и россия в какие-то критические моменты человеческой истории очень очень быстро находили общий язык были союзниками и и будут союзниками поверьте мне это что демпорта сейчас господин плохотнем говорит я я я не допустил россию республику молдова вот это александр ответили если и подробнее вот все мы помним когда господин козак неожиданно для всех значит заявил о своем визите в кишинев то одновременно с ним о своем визите кишинев значит еврокомиссар господин хан и представитель от соединенных штатов мне кажется что между ними была встреча на которой они предполагая так как они люди опытные предполагая вот текущее наше развитие событий они договорились как они будут действовать сообща по ходу вот этой вот всей как говорится политической пьесы я не исключаю вообще что молдове может действительно повести что они договорятся вот как михаил только что сказал они могут договориться о том что а давайте вот решим этот вопрос который на самом деле у регулирования приднестровского конфликта это в первую очередь конфликт не между людьми которые живут в кишиневе так фигурально назовем и в террасполе это геополитический как бы конфликт замороженном состоянии если все-таки этот вопрос будет решен потому что безусловно сейчас в мире достаточно много самых различных проблем начиная от сирии заканчивая там значит китаями иранами другими вопросами но вдруг например кто его знает на g20 в кулуарах господин путин с господином трампом договорятся том давай начнем с малого давай вот попробуем вот у нас тут все уже фактически мы сейчас принимаем решение что мы вот по молдове вырабатываем какую-то свою общую значит позицию этот вопрос решается если бы так оно было то мне кажется что это было бы не было дано но это вот то что мы говоримся что 10 лет это как минимум последний мы в зависшем состоянии когда идут условно говоря такие на уровне политических провокаций справа и слева по поводу того что например я хотел бы два слова сказать по поводу вопроса вот федерализации да вот один из лозунгов сейчас демократической партии был в том что они не допустим я вот в связи с этим вспомнил одну закрытую встречу с послом американским не нынешним а вот предыдущим когда ему задали вопрос по поводу федерализации михаил по моему тоже это встречи присутствовал джон петит да и мозор говорил и перед тоже я помню ключевую фразу он сказал вы знаете мы в америке не считаем слова федерализация ругательными потому что у нас американская система сама по себе до является федерации то есть если мы хотим жить лучше это не значит что мы должны отказаться от федерализации все зависит на каких условиях это все будет делаться швейцарию приводим всегда в пример что это маленькая значит вот молдова это маленькая швейцария но посмотрите федеративное устройство федеративное устройство республики германия то есть мы если корица посмотрим огромное количество стран у которых федеративное устройство все зависит от того как мы это используем и каким образом на добровольных началах это все выстраивается вы хотели что добавить и по полу международного фактора да я хотел добавить вот что с тех времен когда демпартия или лидер открыто пошел так сказать на то чтобы подминать под себя все ветви власти в этой стране осуществлять такой медиапрессинг на общество я встречаюсь с людьми которые ну может не самые высокие представители евро структуры или там других стран их коробило их это очень коробило вот но но ситуация должна была вызреть потому что все-таки конечно какие-то геополитические моменты очень сильно на себя отвлекла ситуация игроков на украине конечно вот но опять же всех очень покоробило сотрудничество лидера демпартии с бывшим президентом украины по разным вопросам в том числе и по вопросам которые это искать выходят за сферу каких-то легальных интересов и поскольку сейчас в украине разворачивается определенная это искать волна расследований в отношении петра алексеевича думаю то она каким-то крылом заденет и его интересы в молдове тут сплывут уже те кто его здесь крышевал и это может придать такой характер значит принципа домино когда посыпятся какие-то фигуры люди это уже будет не разбирательство на уровне национальных судов а там может быть и интерпол и все что угодно поэтому я думаю это еще один фактор который ввергает в дикое отчаяние людей которые сегодня стояли на площади и этот фактор может стать как раз именно решающим в позиции мировых игроков потому что нового президента украины зеленского признали все сразу и безоговорочно и то что он сейчас начинает разворачивать волну расследований по деятельности администрации бывшего президента это очень такой тревожный знак для наших друзей ну тревожный знак но смотрите тем не менее есть люди которые категорически и не согласны с тем что в стране новую власть я сейчас говорю о том самом министре значит не о министре а господина панзаре да который заявил что он не признает значит нового министра господина анастаса вообще вот как это с точки зрения наверное его обязанности можно трактовать вот с политической точки зрения и что с этим всем вообще делать господин анастаса и вообще всему правительству парламенту но вы знаете мы живем как это в таком зазеркале тут книжка леса чудес просто ведь детский лепет извиняюсь по сравнению с тем что происходит у нас молдове начаться одновременно вроде два премьер-министра значит уже и у нас уже и президента одновременно 2 и у нас еще хотят президенты как мы сегодня слышали с площади кричали даешь президента господина плохотнюка то есть у нас все смешалось люди кони мать и но если вот я как и все мы наверное следим внимательно за тем что сейчас делаю тут первые шаги писать уже нового кабинета министров и госпожа санду она очень четко заявил о том что все должно быть в рамках закона я благодарю вас у нас сейчас на прямой связи находится лидер фракции партии социалистов влад батрынча влад добрый вечер здравствуйте лизмила мы благодарим вас за то что вы нашли время с нами пообщаться скажите пожалуйста правда ли то что вот то что сейчас все депутаты находятся в парламенте что они в принципе не хотели бы покидать это здание и чего в принципе нам нужно ожидать вот дальнейших шагов от правящей карицы да это правда на данный момент мы предпочитаем продолжать свою работу в здании парламента более того постоянным парламентским бюро было принято решение о том что заседание бюро и парламента будут происходить ежедневно так как есть во первых текущая ситуация на которую мы должны оперативно давать реакцию парламентское большинство также есть и ряд законопроектов которые на наш взгляд не терпят отлагательства и должны быть рассмотрены утверждены парламентом как можно скорее а какие дальнейшие шаги вот если какой-то план у новой правящей коалиции во первых сейчас конечно же все сквозь лупу будут смотреть как получается сотрудничество получается ли она вот как вы сейчас общаетесь друг с другом вы находите сразу общий язык вы спорите что происходит конечно мы разные у нас есть свои подходы разного рода вопросам но сегодня хочу вам особенно отметить что есть существует абсолютно единство абсолютное понимание того какие действия надо предпринимать какие законы надо принимать какие декорации надо принимать и хочу сказать отметить что вот даже эти два дня показали что у 61 депутата есть четкая позиция и самое главное есть намерение добиваться всего того что мы поставили себе в качестве плана и в качестве того что мы подписали в соглашении о межфракционном сотрудничестве соглашение о парламентском большинстве хочу сказать что настроение у 61 депутата довольно бодрое мы с успехом преодолеваем те небольшие какие-то разные подходы которые существуют то что есть есть что решать вместе есть куда идти и мы прекрасно понимаем что сейчас уже не существует никаких возможностей и сценариев для каких-то других траекторий и сегодня у нас есть только одна дорога эта дорога вперед я на сколько мы не имеем права останавливаться люди ждут от нас решения мы видим что режим отказывается передавать демократическим путем власть режим отказывается демократическим путем передавать новому правительству так скажем законные и конституционные условия для работы то же самое мы видим каких условиях работает законный абсолютно легитимный парламент парламентская большинство в условиях полного блокирования со стороны секретарта в условиях того что вчера не было света до сих пор нет в парламенте ни технического персонала сегодня в час и вчера в частности не было возможности даже подключить микрофоны для нормальной организации работы но хочу сказать что эти вот довольно трудные условия работы они лишь сплотили 61 депутата депутатов сплотили вы говорите но вы являетесь еще исполнительным секретарем партии социалистов скажите пожалуйста вот сегодня выступал президент вы знаете он сказал такую фразу вот которая очень многие людям понравилось он сказал что нашим сторонникам будьте готовы при необходимости поддержать нас у вас есть какой-то фидбэк вот какая-то обратная реакция со стороны ваших избирателей что они говорят они поддерживают вас вот что думают те ради кого вы собственно сейчас сидите в парламенте безусловно абсолютное большинство людей поддерживает наши действия в парламенте и хочу сказать это не красивые слова то что мы получаем огромное количество сообщений звонков люди очень переживают за происходящее стране люди не могут понять как так что получилось формировать парламентское большинство в нормальные сроки в три месяца мы успели реализовать все что наметили в положенный консонный срок и люди не могут понять почему почему то правительство которое мы назначили и президент привел его к присяге не может приступить к своим обязанным полномочиям реализации люди не могут понять почему консонный суд отменил все решения парламента и безусловно люди задают нам вопросы что делать дальше мы призываем людей сегодня сохранять абсолютное спокойствие мы обязаны поступать абсолютно выверяно выверять каждый шаг продумывать каждое движение и поэтому мы будем людей держать в курсе и сегодня и президент и партия социалистов сделали обращение согласно которым мы призвали всех наших сторонников бы проявлять спокойствие не поддаваться на провокации но при этом находиться в состоянии мобилизации и в случае крайней необходимости быть готовыми к тому чтобы выходить на определенные мероприятия для оказания давления на режим я благодарю вас и наверное без преувеличения скажу что выражу мнение многих мы желаем вам удачи потому что вы сейчас находитесь на передовой оставайтесь там пожалуйста в парламенте если есть какие-то я думаю пожелания думаю для этого есть соцсети вы можете к нам обращаться спасибо большое Людмила самое главное это ваша поддержка это поддержка людей для нас сейчас то что по-настоящему важно спасибо большое за поддержку спасибо ну что ж вы слышали сейчас мнение нового лидера парламентской фракции как вот вы оценили бы его настрой да вот как вот вы полагаете люди сейчас сидят в парламенте они я так понимаю не не могут уйти потому что они переживают что они больше туда не войдут ну насколько я знаю среди тех кто сейчас находится в парламенте есть люди которые пережили 7 апреля значит значит есть опыт уже работы с силовиками и на мой взгляд один из ключевых вопросов насколько будет успешная но так сказать коммуникация вот людей которые приближенные так сказал силовики к позиции или может быть там члены партии социалистов и с другой стороны людей которые из формирования молодого политического формирования это блока кум насколько у них вот их как лица по инсайдерским каналам так если так можно выразить они смогут работать непосредственно с нынешними силовиками которые еще так стать не сдают позиции потому что очень важно чтобы не было допущено никаких жертв никакого кровопролития не дай бог никаких значит там в шествии в агрессивной манере это очень важно то есть молдова тогда на мой взгляд сможет показать всякой случае всем своим зарубежным партнером что у нее появилась определенная ответственность появилась определенная политическая культура это очень важный момент потому что иначе опять же могу повторить что могут быть спровоцированы потом будут пальцем тыкать вот демократы этот момент абсолютно не упустят безусловно здесь должно быть все сделано в рамках закона здесь не надо делать как говорят резких движений потому что я уверен что среди тех полицейские которые сейчас там находятся на площади охраняют здания правительства другие там это люди такие же как и мы единственное чего они хотят они хотят стабильности они хотят работы они хотят чтобы страна жила лучше и они выполняют свои обязанности вот вопрос в том чтобы они не переступили вот эту вот грань заказ закона для того чтобы они не пошли на поводу тех кому уже терять нечего знаете я вот сейчас вспоминаю несколько лет назад несколько лет назад один из людей из значит власти мне сказал что когда наступит вот этот вот час че и и страны или от ответственности убегут очень немногие а другие которые останутся им придется отвечать но очень хочется чтобы это было цивилизованно очень хочется на мой взгляд чтобы это не была охота на ведьм возможно потребуется иллюстрация я прекрасно предполагаю что есть эксперты которые над этим вопросом не работаю потому что я полагаю закон уже пишут а вот это потому что очень важно то есть потому что если в признали то есть можно говорить там узурпация власти но если признали все зарубежные структуры независимо мало того я уверен что последует заявление там от мвф а других из организаций скажет значит если вы не будете соблюдать закон то мы вам вот этот вот раньше которым обещали мы вам его не дадим соответственно блокировка выплаты пособий заработных плат то есть и эти же силовики которые сейчас находятся значит при поддержке этого режима они потеряют фактически средства к существованию то есть это какое это патовая ситуация на самом деле просто вопрос сколько она продлится да ну потому что вот смотрите обращаются со время к рядовым полицейским город полиция куной до полиция с нами а в то же время господин панзарь говорит а я не подчиняюсь вот они которые но он же не рядовой полицейский не он послушайте вот если вы говорите опять назвать господин пазаря он очень грамотный насколько я знаю и очень квалифицированный полицейский он очень грамотный полиция офицер таких людей там немало немало и многие из них насколько я знаю свою работу делали всегда достойно и честно то есть вот очень опасно вот можно видео посмотреть сейчас кто хочет вот в зайти на youtube посмотреть когда значит режимы януковича фактически там был государственный переворот на мой взгляд то что произошло тогда в украине это не было там там не было у нас всего легитимно данном случае и посмотрите что там было там же очень было неприятные омерзительные вещи когда заставляли тех омоновцев которые на майдане стояли беркутов беркутов то есть заставляли становиться на колени там пока я никуда очень не хочется чтобы мы опускались до такого потому что тогда эта власть покажет что она слабая а сильный это тот который не опускается до низости его сегодняшние индюки через забор это но это как бы это 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 не это низость понимаете вот не говоря о том что эти лозунги все то есть это не делает никому чести то есть лучше все решить цивилизованным путем чем меньше будет как говорится уголовных статей вами вам слово и как это долго вот все это может продлиться потому что вот этот процесс видите он может стянуться ну в периоды таких общественных напряжений все процессы идут очень быстро и я думаю что он не затянется не затянется единственное что конечно народом признанная власть а я считаю что у нее есть мандат признания от народа у парламента и в нового правительства она конечно не будет спешить захватывать кабинеты видите они готовы заседание правительства проводить парламент знаете я я о чем сейчас подумал адекватные шаги я бы напомнил пример генерала лебедя в августе тогда когда были события путча его послали что в августе 91 91 его уточняется да да его отправили штурмовать белый дом а он пришел и сказал я перехожу на сторону народа народа да и буду его защищать вот тот полицейский генерал который сделает такое заявление в эти дни войдет в историю как человек который спас страну от гражданской войны и вот это просто надо найти мужество этим людям и понять что никакие деньги никакое кумовство никого от ответственности не избавит я извиняюсь вот вчера был комментарий господина ишан заместитель министерства юстиции и генерального секретаря генерального секретаря этого министерства еще когда он сказал про конституционный суд его комментарий был да да то есть это как раз вот то о чем говорит михаил это пример мужества потому что он чиновник еще говорится из того и шелона властью он он признает то есть сейчас вот если эта волна пойдет начнем начнется как это карточный домик то еще считается что это будет цепная реакция достаточно что неизвестно но но скорее всего так обычно всегда так если ну как на эти режимы всегда падают когда короля придает свита но это ну как бы классический жанр да сейчас вот там один зарубежный эксперт написал что происходит в молдове это очень напоминает мне королей капуста понимаете то есть у генри произведение то есть а это свита насколько любит своего короля ну так вы знаете о любви речь никогда не идет в политике тоже более не идет только о выживании ну свита-то королю говорит что любит давайте пока вот из-за этого греза помните и брут помним да ну вот то есть вы считаете что мы недалеко от этого я нет я просто как аллегорию привожу такую но на самом деле знаете классика это всегда во все времена в контексте того что александр сказал ну вот что хочу надо всем понять что вот эти люди которые сегодня стояли на площади перед телекамерами они презирают народ они считают его совершенно никчемной такой управляемой толпой которую можно за кусок колбасы за 50 евро вывести куда надо заставить их кричать против тех за кого они голосовали еще вчера то есть в них сидит глубочайшие презрение и я бы даже сказал ненависть к собственному народу и это всем надо понять у этих людей не даже морального права сегодня что-то говорить для них лучше просто написать прошение капитуляции о помиловании потому что они играют с огнем на самом деле они играют с огнем и потому как как ведут себя законные представители власти я допустим всегда был оппонентом а и санду и тех политических взглядов которые она придерживается но то что есть ответственность и есть настроение мужественно выдержать вот этот период для того чтобы дальше обеспечить стране перспективу какого-то политического диалога экономического развития и так далее даже вот по тем ноткам которые прозвучали в дискурсе господина батрынчи я понимаю что у этих людей нет страха и они будут идти соответственно с теми решениями которые они принимают страх есть у противоположной стороны страх и отчаяние а то как как их нукеры и вот эти шестерки поступили с этими несчастными птицами говорит о том что они безжалостны им перешагнуть через жизнь расплюнуть это тоже надо понять что это безжалостный жестокий презирающий собственный народ я поняла вот смотрите президент в своем выступлении говорит если нужны посредники он имеет ввиду мирный процесс передачи власти он будет пожалуйста мы готовы давайте нам зарубежных посредников мы будем переговариваться да то есть он предложил это все было проигнорировано мы мы с этого была площадь были другие моменты как вы полагаете вот сейчас же наблюдают за этим и западники и представители сша и вот россияне очень много реакции у нас на происходящее они как-то должны высказать ну смотрите все эти события попали на уикенд соответственно завтра евро чиновники придут на свои рабочие места у них будет во всяком случае бриф значит произошедших событий все что было да и безусловно я уверен что господин дадон делает такое заявление уже имеет определенную поддержку и принципе я думаю что в ближайшие может быть даже часы или дни нам следует ожидать именно реакции вот как раз вот этих вот западных там и россия четко уже заявила свою позицию там можно бросать камни значит в кремль с разных сторон так как у нас очень сильно любят но господин козак как раз высказал очень четко позиции многих это понял этим очень сильно удивил хорошем смысле здесь то есть он сказал мы полностью пожалуйста венецианская комиссия высказалась о том что необходимо вернуть систему другой избор возьмите значит почистите все ваши цики почистите все ваши структуры которые принимают правильное ну должны по закону принимать решение чтобы у как можно минимизировать риски подтасовок на выборах и идите опять на выборы по-честному вот сейчас вот этот вот период и в принципе так она сейчас по шагам то что мы видим так оно и в принципе происходит но это очень тяжело будет это очень тяжело и вопрос на мой взгляд даже состоит несколько в другом готов ли мы с вами плохотнюк его свита к такому варианту вообще вот он готов переговариваться как-то вот что-то решается либо человек вот ставит вопрос или или некоторые говорят что он уже действует как человек загнанный да вот в угол и поэтому уже сегодня сказал мы же уже сценировали его журналист задал вопрос которого от пик отпихнули из мейкера он задал ему вопрос он ответил что будем стоять до конца вот пока не свободен строй ну до какого конца и где этот конец и когда он наступит то есть вы бы не беретесь предполагать но откуда он сам наверно еще толком не знает что будет это все зависит от ситуации я не исключаю что завтра например есть например как говорится про демократическое так назову именно слово демократическое имеется ввиду демократическая партия молдавская из лобби вашингтоне значит вы помните приезжали сюда разные конгрессмены может быть они завтра заявят там на лужайке возле белого дома что на самом деле зурпация власти то есть это это кто его знает это будет сказано так вот втихаря а потом это будет раздута на каналах в америка это птица давайте уже оставим этих бедных несчастных птиц уже мы с так много внимания им уделили хотя мы абсолютно разделили негодование тех кто считает что с ними поступили просто даже не по-звериному не то что не по-человечески даже не по-звериному по поводу готовности господина плакотнюка и его свиты вот этим посредническим услугам он сейчас готов я думаю что нет потому что они уверовали что они всяческими манипуляциями хитростями продлят свое нахождение власти до бесконечности не мытьем так ката не мне конституционным судом так какими-то акциями не акциями так еще чем-то но ситуация сейчас такая что управлять они уже не могут а люди их видеть не хотят классическая до ситуация революционно революционно хотел сказать сейчас насколько хватит выверенности мужества взвешенности у новой власти выдержать войну нервов и тогда пойдут соответствующие значит заявления со стороны представителей власти на местах о признании и потихоньку ситуация думаю разблокируется и я почему-то предполагаю что сегодняшним митингом все и закончится что порох в пороховницах и сяк морального основания или смелости или то что называется энтузиазмом в этой группе людей которые являются проигравшими нет поэтому все зависит от тех кто сегодня находится в парламенте от президента и от той нашей поддержки которые мы пока что может социальных сетях на своем уровне будем выражать вот этому новому курсу который дает нам перспективу то что сегодня было на площади это даже не вчерашний день это тупик а то что сегодня делается в парламенте то что сегодня формируется это открывает определенную перспективу да она будет непростой но она будет поэтому я вот лично считаю что нам всем следует запастись терпением быть очень внимательными очень взвешенными ну если ситуация потребует конечно поддержать поддержать новую власть всеми возможными на каждом индивидуальном уровне нашим возможностями не знаю правы вы или нет чем все ограничено я просто хотела бы под завершение по занавес нашего эфира сказать что у нас все таки есть информация о том что некоторые педагоги пытаются не хочу сказать слова выгнать и согнать мне не нравится но все-таки они наставят на том чтобы вышли представители учащиеся колледжей и да и и вот последних собственно говоря выпускных классов эти люди сейчас понятное дело что конечно же прозвучит экзамены я так понимаю они с баками это будет сдача на политическую зрелость экзамен молодежи да и поэтому вот не знаю мне кажется здесь должны как-то и родители тоже подумать о том необходимый в принципе это нарушение закона я понимаю что таких вещах сейчас мало кто будет задумываться в этой семье я не думаю что мало кто будет задумывать потому что я имею ввиду из тех кто будет их на эту площадь сейчас очень много экспертов разного уровня помогают насколько я знаю действительно работе нынешнего парламента и нынешнего правительства то есть есть люди которые сейчас независимы как эксперты и я думаю что эта ситуация тоже будет учитываться главное какие будут отходные пути у демократической партии потому что это очень ключевой вопрос на каких условиях они уйдут да это это очень важно потому что бывают условия когда ты не можешь уйти вообще то есть а бывают когда есть договоренность договоренность может быть что как говорится вы сдаете позиции криса покидаете знаете как вот во время войны покидаете город без разрушений как говорится сейчас все свой сводят к игоре престола все то есть не надо город разрушать не надо если вам есть что добавить добавлять что как говорил юлий цезарь га юлий цезарь невыносимых политиков нет всех можно вынести из сената ногами вперед поэтому я думаю играть в какие-то игры на обострение обстановки не следует никому если президент предложил коридор переговоров для нормальной цивилизованной сдачи власти то демократам следует подумать кого найти для осуществления этой переговорной программы кстати по моему никто не запрещал депутатам демократической партии участвовать в заседании парламента то есть они вправе туда прийти и дискутировать на нормальном цивилизованном уровне я скажу больше никто не запрещал представителям партии шор точно также посетить но это уже будет будем обсуждать да со следующими гостями потому что я и вами нашим телезрителям уполномоченных заявить что наш на этом телемарафон не завершается и мы непременно вернемся в эфир и будем говорить по новым событиям которые я уверена успеют случиться к этому часту и конечно анализировать все время анализировать ситуацию мы с вами это поле вспомните пожалуйста мы с вами на одной стороне до свидания а